так здравствуйте всем привет девчата сегодня у нас очередной четверг и мы с вами встречаемся для того чтобы сделать какие-нибудь незамысловатые дизайны простые дизайны из материалов компании эйми значит меня зовут наталья каклюгина я инструктор работаю в городе ростове-на-дону школе екатерина мирошниченко вот и значит каждый четверг мы с вами делаем дизайны сегодня значит мы с вами сделаем небольшой обзор материалов которые мы с вами будем использовать в работе так давайте я вот так вот сначала сделаю так может быть кому-то будет интересно и вы посмотрите и останетесь вместе с нами до в прямом эфире вот дизайна я вам такие простые покажу интересно смотрятся такие очень легкие и даже мастера которые совсем 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 не рисуют сегодня как раз таки дизайны для вас самые простые вот значит посмотрели да что мы сегодня будем использовать в нашей работе значит ну прежде всего хочу напомнить вам о том что есть замечательный красивый цвет здравствуйте здравствуйте девчонки здоровается 424 цвет эми то есть этот цвет девчата цвет гель-лака один в один соответствующий цвету флакончика значит так и называется color эми до цвет эми 424 вот он и он полностью соответствует цвету флакончика видно вот даже вот так вот помазать один в один как флакончик поэтому очень легко представить какого цвета внутри гель-лак чок и так цвет эми 424 и именно этот цвет мы сегодня добавим нашу работу сочетать этот цвет по большому счету можно с любыми цветами и вот вы сейчас посмотрите как раз таки вот цвет эми видите вот он светлый такой бежевый очень плотный очень красивый оттеночек это вот на свободных вот местах и плюс совмещен цветными гель-лаками ну а цветные гель-лак гель-лаки мы с вами возьмем из коллекции осенней коллекции от эми нудклаб да здесь вот красивых очень красивых 8 оттенков все конечно мы использовать за сегодняшний мастер-класс не сможем но какие-то может поучаствовать и я например сегодня взяла в работу 430 номер ну и давайте например там 428 например да в прошлой в прошлом прямом эфире я тоже использовала цвета из этой же коллекции набрала хотела быстро показать вам нету под руками этих типсиков на том столе а сейчас я достану их прикрепила на планшет очку вот смотрите вот нижний рядочек это тоже были из коллекции осенней гель-лаки я брала номер как раз таки 428 и 427 видно и вот как раз таки в сочетании с осенними такими декорациями получались очень интересный дизайн еще паутинку можно использовать наклеечки фольгушечки очень красиво получается то этот эфир был в записи и он на ютюбе выложен на канале у катерина николаевна мирошниченко вот а сегодня мы продолжим работу с гель-лаками из новой осенней коллекции только я возьму цвет вот такой вот интересный горчичный оттенок цвета 430 и 428 декорации декорации которые вышли за последнее время их не так на самом деле много вот такие вот красивые разводы до золотого цвета значит ну если интересно золотые разводы 200 по моему 38 плохо вижу из-под камеры так 239 баланс до 238 вот такие вот золотые разводы прикольно я пробовала и целиком прикреплять на много типа на пополам разрезать и так золотые разводы 238 вот такой интересный вариант 239 баланс видно вот такие вот красивые штучки-дрючки я вот например смотрите как раз таки с этого шарми кончика взяла вот видите просто на темном фоне золотая полосочка прикреплена и как раз таки вот украшалочка по центру так следующий вариант шармикона наклеечки оптимизм 237 237 вот такие вот красивые знаете это для любителей все что угодно только не цветочки это как раз таки разные абстракции идут вход так для любителей украшения 235 видите вот такие вот украшалки как будто от дольче габбана вот любителям помодничать и мой самый любимый такой интересный фэшнл чайнс 236 но это такие знаете вот полосочки полосочки разделительные как цепочечки видите со вставлены как будто белой лентой с цепочка со вставлены как будто черной лентой вот такие вот красивые тоже украшалки это разделительные полосы когда классно знаете один пол одна половинка ноготочка одним цветом покрыта другая нога половинка другим цветом покрыта получается очень прикольно так это вот одни из последних наклеечек шарми кончики до наклеечки вот и nail dress и слайдеры вот такие с цветочками забавные сейчас цветочки цветов nail dress так ну слайдер да то есть как бы специфическое название nail dress а так вообще значит просто декорация которая разрезается размачивается воде и прикрепляется на липкую поверхность чашки мы прошлый раз кстати с чашками делали варианты кто помнит вот они вот так вот видите вот с чашечками прошлый прямой эфир мы делали вот тоже с веточками с чашечками вот одна чашечка вот такой мозаичный вариант очень нравится прикольно по мокрому так соединять классно смотрится это был уже эфир и он есть в записи можно его посмотреть видите вот с чашками прикольный вариант так ну и с листочками многочисленное количество вариантов дизайнов с листочками так называется nail dress природная композиция листья с надписями видите на весь ноготь и так далее так ну и например к предыдущему если прямому эфиру вернуться то как раз таки вам бы тоже много с листочками мы сейчас их тоже возьмем в работу видитеこう часть ноготочка не покрыто часть градиентом и получается слайдер здесь тоже вот слайдер веточка да и градиент на нижней части 2 3 части нога точка закрыты посередине до на весь ноготь по центру оставили часть ноготочка не покрыта и получается такой как знаете как голого маникюра вот с листочками вариантов в прошлый раз много делали 1 но сейчас в принципе продолжим ну все по большому Я вам показала все варианты на сегодняшний момент, которые уже вышли. Вернее, даже еще вышел очень красивый набор красных оттенков. Екатерина Николаевна уже выходила в прямой эфир, показывала. Есть еще новые декорации, есть новые пластины для стемпинга. Тоже уже в наличии есть в магазине. Мы чуть дальше, на следующей неделе, наверное, посвятим им прямой эфир. А сегодня пока возьмем в работу, еще раз напомню, цвет Эми. И цвета из новой коллекции осенней. И 430-й номер, и 428-й. Итак, поехали, девчат. Итак, на пример. Конечно же, в основу возьмем наш красивый такой бежевый оттенок. 424-й номер. И покроем полностью ноготочек. Так, на смоделированный базой ноготок. Наносим гель-лак номер 424, цвет Эми. Просушиваем в лампе 30 секунд. Дальше мы в работу возьмем два гель-лака и соединим их на поверхности. Сделаем из них градиент. Но только не на весь, естественно, ноготь, а чтобы только была задействована часть ноготочка. Чтобы сделать градиент, мы пользуемся кисточкой для градиента. Это кисточка номер 4. Номер 4 кисть. Она, по-моему, называется омбре. Кисть омбре, но делаем мы ей градиент. Ну так, знаете, чтобы никто не догадался, чтобы враги не догадались, чего мы тут делаем. Так, ну и давайте, например, воспользуемся. Так, на весь ноготь мы этого делать не будем, поэтому очень внимательно снимаю все излишки с кисточки. Ну и давайте вот так аккуратненько вот так нанесу темно, вот такой красивый такой, можно сказать, зелено-синий какой-то оттенок. 428 номер, да? И 430 из новой осенней коллекции от Эми. Ну и давайте вот сюда вот продлим эту полоску. Так как под камерой, смотрю, немножко-немножко скосило, ну поправим, ничего страшного. Так, ну и теперь, девчат, смешаем эту полосочку широкую посередине. Кисточку вытираем. Можно немножечко смешать границы. Так, и полностью теперь пройдемся по всей поверхности нашей полоски, которую мы добавили декоративную. Так, и теперь аккуратненько сверху вниз, сильно кисточкой не машем. И, естественно, покрытие такое нам придется сделать в два слоя, чтобы цвет был полноценным, да, нашей полоски такой. Сильно не будем стараться там выравнивать границы, но и в то же время хотелось бы, конечно, чтобы все это было аккуратненько. Так, просушиваем. И теперь дублируем еще раз эту же самую полоску. В работу мы должны с вами еще подключить спайдергель. Спайдергель возьмем черного цвета. Я думаю, что у всех есть мастеров сейчас паутиночка. Черная, белая, есть миллион цветных паутиночек. Ну, вот у нас как бы есть белая и черная. И, кстати, паутина, она, недавно был вопрос на онлайн-платформе, имеет ли паутина липкость. И что с этой липкостью делать? Ну, допустим, от компании Эми спайдергель, он, конечно, с липким слоем. Если вы, например, используете в дизайне паутиночку спайдергель, да, у нас такое название спайдергель, вот, значит, и вы, например, просто на цветное покрытие нанесли, допустим, спайдергель, просушили и просто закрываете топом. Не надо ничего вытирать, просто закрываете и все, хорошее сцепление будет. Если вы, например, хотите изменить цвет спайдергеля, то, конечно же, вы можете взять и втереть в липкий слой пигмент. Но чтобы пигмент не попал на цвет вашего покрытия, вы должны, конечно же, перекрыть его топом без остаточной липкости. Потом намотать ниточки, втереть пигмент и перекрыть топом. Но был еще такой вопрос на онлайн-платформе, можно ли, например, спайдергель намотать на... Нанести, намотать, извините, что так говорю, она же как нитки выглядит. Нанести на готовую поверхность ногтевой пластины. Вопрос, знаете, можно ли нанести? Ну, ответ, можно нанести. Только для, ну, как бы, для чего вам это нужно? Чтобы это ощущалось на ощупь, чтобы это было сверху ногтевой пластины. Ну, на самом деле, как бы, вы намотаете, просушите, вот тут нужно, конечно, обязательно вытереть дисперсионный слой, да, липкость вытереть с помощью обезжиривателя. И вы знаете, как показала практика, ну, не держится он прям вот долго-долго-долго. Нет, он начинает подтираться, стираться, он как резиновый. Вот, и, как бы, дизайн приходит в какой-то, ну, не очень красивый вид. Поэтому, если вы хотите задать вопрос, можно ли нанести, я могу вам ответить, да, можно. Просто самое главное, понять, для чего вам это нужно. Вот, если хотите, чтобы клиент больше не пришел, намотайте. Если хотите, чтобы обернулся, ну, посоветуйте все-таки спайдергель наносить под защитный слой, под топ. Так, а мы с вами тем временем пока болтали, давайте мы все-таки нанесем второй слой, чтобы цвет у нас такой был довольно-таки полноценный. Темный цвет сверху нанесла, светлый цвет нанесла чуть ниже. Так, и теперь аккуратненько смешиваем цвета между собой. И проходимся сверху вниз аккуратненько, чуть-чуть, так стараясь не отклоняться, знаете, от вот этой полоски. Если вдруг вы чувствуете, что темный цвет, ну, прям совсем вытолкнул светленький цвет, а вам хотелось бы, чтобы его было больше видно, тогда, конечно же, можно попросить пальчик перевернуть у клиента и протянуть наоборот, да, гель-лочок. Светленький натянуть на темненький. Ну, по большому счету, это сильно тут в глаза бросаться не будет, все у нас получилось равномерно. Так, вот тут немножко лишнее выскочило, да, можно немножко вытереть. И вот тут, чтобы четкость была. Все, просушиваем, девчат. Теперь берем спайдер-гель. Ну, на самом деле, можно, например, апельсиновой палочкой, да, например, взять и натянуть. Можно просто кисточку перевернуть, в принципе, что я сейчас и сделаю. Потому что мне там надо буквально чуть-чуть. Так, сказать сказала, а сама ищу глазами, чтобы такого потоньше взять. Все, нашла. Все, и теперь мы аккуратненько с вами берем и добавляем в работу спайдер-гель. Ну, спайдер-гель, это у нас так называется в Эмме, а вообще просто паутинка, правильно? И на самом деле, я думаю, сейчас у всех, у всех мастеров есть паутина в работе, потому что такое, знаете себе, удовольствие даже прикольное. Даже просто интересно поиграться взрослой тете Моти, вот, например, как мне. Так, я думаю, всем видно. Мне не очень хорошо видно, я так наугад. Так, стараюсь потоньше вытягивать нитки, вот в разных направлениях, вот на вот эту цветную полосочку наношу спайдер-гель, да? Или паутинку, кому как больше нравится говорить. Ну, поярче что-нибудь хочется сейчас. Ой, нет, только не толстую. Так, ну вот так. Ну, естественно, как любой гель-лак, как любая гелевая краска, сохнет спайдер-гель 30 секунд, да? Обычная лампа 30 секунд. Так, ну и давайте мы теперь возьмем в работу, да, какой-нибудь интересный материал. Ну, во-первых, можно взять какие-нибудь, опять же, надписи. Так, где у нас, где у нас, где у нас слайдеры? Я просто уже разрезала, вот с листочками, сейчас я их возьму. Так, возьму. Это у нас, получается, природные композиции. Номер 119 Нелдресс. И давайте возьмем какую-нибудь надпись. Это тоже новенькие. Их еще не рекламировали. Тоже будут новые шармикончики с надписями, с такими мелкими. Сейчас мы добавим какую-нибудь надпись. Это очень сильно осовременивает любой дизайн. Так, где у нас наш вариантик? Вот он. Так, ну и давайте. Если я хочу приклеить какую-нибудь наклеечку, да, то наклеечку лучше всего приклеить на топ без остаточной липкости. И в нашем случае это топ Теклос. Топ Теклос. Тем более, что все-таки спайдер гель, ниточки, имеют объем. И вот, чтобы поверхность была гладкая и ровная, я нанесу Теклос. И в верхней части ноготочка, ну, например, вот сюда, приклею какую-нибудь симпатичненькую надпись. Что-то про любовь, что-то про любовь к осени там и так далее. Так, приклеиваем. Можно взять какой-нибудь пинцетик, да. Я обычно все это делаю ногтями, но на камеру надо же красиво сделать. Давайте я с перепугу, конечно, вот нашла даже пинцет на столе рабочем. Так, и теперь давайте вот, например, вот сюда вот так вот с выходом. Так, а вот, например, чуть ниже хочу приклеить какую-нибудь веточку осеннюю. Понятно, что на всех пальцах этого делать не стоит абсолютно ни к чему. Вот, ну, а вот, например, на один пальчик добавить какой-нибудь осенний натюрморт, почему бы и нет. Давайте добавим. Так, вот я вырезала слайдер. Так, разместила. На салфеточку. На мокрую, девчата. Здесь просто вода на салфетке. И вот теперь как раз-таки прикрепляем мы с вами на слайдер-топ. Если слайдер-топа нет у вас в наличии, то можно просто мазнуть под слайдер-базой. И ничего страшного не случится. Слайдер-топ, специфическое название топа, он у нас с липким слоем. На этот липкий слой, девчата, очень хорошо отпечатывается матовая фольга, глянцевая фольга, голографическая фольга. Слайдер-топ нужно просушить одну минуту. И через одну минуту отпечатывается любая фольга. Через одну минуту шикарно втираются блесточки. Причем мелкие, крупные, неважно какие. Так, слайдер-топ на не слайдер. Сейчас просушиваю буквально в лампе 10-15 секунд. Мы потом будем досушивать. Потому что если слайдер-топ немножко не досушить, то по поверхности недосушенного слайдер-топа очень хорошо двигаются любые слайдеры, наклеечки. Ну, если вам нужно подвинуть, раздвинуть, сдвинуть. Ну, то есть, как бы, или снять и приклеить другое. Поэтому липкость такая подвижная, грубо говоря. Так, ну и теперь, конечно же, мы просушиваем лампе. После того, как вы подсушите дополнительно в лампе слайдер, он уже двигаться не будет по поверхности, ни при каких обстоятельствах. Сам слайдер не имеет остаточной липкости, поэтому обязательно мы с вами обрабатываем праймером или ультрабондом. Это жидкость, которая является как двойной скотч, для хорошего сцепления между слоями. И вот именно слайдеры, тот материал, те декорации, которые размачиваются в водичке, обязательно обработываем праймером или ультрабондом. Высыхает ультрабонд на воздухе в течение 1-2 минут. Никакой толщины при покрытии он не несет. Абсолютно никакой. Вот, после того, как высыхает 1-2 секунды, 2 минуты, допустим, на воздухе, мы перекрываем с вами ультра... Это я уже сейчас взяла ультра, взяла в руки ультрашайн. Вообще, любым топом, которым вы обычно работаете. Хотите, глянцевым перекройте, хотите, матовым перекройте. Абсолютно не важно. Важно, что слайдеры и наклеечки обязательно перекрываются защитным покрытием. И вот мы с вами аккуратненько перекрываем. И теперь, конечно же, топ ни в коем, ни при каких обстоятельствах не будет скалываться с поверхности слайдеров. И слайдеры не будут сваливаться с поверхности ногтевой пластины. Так, как будто волосок попал. Просушиваем. Ну, просушиваем любой топ, конечно же, в течение 2 минут. То есть, это как отче наш. Так, я посмотрю. Если вдруг какие-то вопросы у вас возникают, конечно же, спрашивайтесь. Кроме того, что нам написала Татьяна Владимировна, что очень красиво, очень приятно. Планшетка классная. Присоединяюсь. Так. И так далее. Наташа, фокус на перчаток. Рисунок расплывается, нечеткий. Так, давайте мы сейчас... Мы немножко сделаем подальше. И уберем все с экрана. И если мы сделаем вот так. Видно, да? То, что мы сейчас с вами делали. Так рисунок четким получается. У меня освечивает. Тоже не все видно хорошо. Так. Девчата, скажите, пожалуйста, так хорошо видно? Вот Марина подсказала, что на перчатке фокус. Но вот это так. Сейчас хорошо, пока видно. Так. Это мы с вами сделали вариант, в котором участвовал у нас очень красивый. Это, знаете, для любителей вот такой вот нежнятинки натуральщины. Цвет эми, цвет гель-лака. Прям вот под цвет флакончика. 424-й. И мы взяли с вами два цвета декоративных. Таких 428-й. И 430-й. Из новой коллекции. Осенней. И вместе соединили их с цветом классическим. Вот этим 424. Ну, давайте еще какой-нибудь вариант сделаем. Потому что времечко у нас, конечно же, еще есть. Почему бы и нет. Как раз-таки. Как раз-таки мы успеем. Да, обязательно. И какой еще задействуем слайдер. И какой-нибудь шармикон с, например, золотыми разводами. Вот такой вариант можно сделать. Правильно? Так. Ну, я часто держу на экране дизайны. Вы знаете, я иной сразу сама вот так вот сижу с клиентом. Что сделать? Что сделать? Я не знаю, что. А вот у вас будут варианты. Купили одну декорацию какую-нибудь. И целая куча вариантов. Вот можно в мастер-классе посмотреть. И как прилепить, как расположить. И что добавить при этом на поверхность. Итак, давайте еще один вариантик мы сейчас с вами сделаем. Так. И задействуем, например, опять же, наш цвет 424 и 430. Так. Возьмем типсик. Так, ну и поехали. Так, 430 номер такой красивый. Он такой, не желтый, он горчичный, да? Такой горчичный цвет. В верхней части ноготочка. И вот натуральный цвет 424 цвет Эми. Возьмем, нанесем на кончик. Натуральный цвет. На такой контрастной типсе хорошо виден цвет, да? Так, девчата, с помощью кисточки для градиента смешиваем границу между двумя цветами. Самый простой способ, как сделать градиент. Смешиваем два цвета между собой. Два цвета между собой. Цвета очень, ну как, они, конечно же, не темные, поэтому они очень легко как бы перемешиваются. У нас получается в какое-то мгновение верхний цвет, смешанный цвет и нижний цвет. И теперь кисточку я вытираю, положила, вытираю с усилием. И переношу чистую кисть под кутикулу. И теперь, знаете, как будто бы ощущение, что вы натягиваете верхний цвет на нижний, туда-обратно, чуть ниже. Вот так зигзагом спускаюсь. Все движения кисточки сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Ничего сверхъестественного. Единственное, что можно сделать для себя вывод. Ну, во-первых, конечно же, цвета очень легко смешивают за счет того, что они по плотности очень похожи. И оба не темные. Но, вот, мне кажется, что можно во втором слое нашего 430 номера горчичного цвета, да, из новой осенней коллекции, можно нанести чуть меньше. То есть вторым слоем вы всегда сможете откорректировать количество того или иного цвета. А пока, пусть хоть Дед Мороз в дверь войдет, и не должна прерваться от начала до самого конца. То есть от кутикулы вниз к свободному краешку. Двигаемся сверху вниз. Просушиваем, девчат, в лампе 30 секунд. Просушиваем. Еще бы хорошо в работу добавить что-нибудь с крапушками. Я тут вот перед началом эфира поковырялась, и у меня тут вот в закромах Родины нашелся гель-лак номер 317 с крапушками. Они выходили, эти гель-лаки были в наборе из трех штук, вот. И тут такой нейтральный как раз цвет, который не видно ни на чем. И вот цвет гель-лака с крапушками как раз-таки вот очень хорошо подойдет. Сейчас очень много всяких топы с крапушками там бывают и так далее. То есть можно, в принципе, можно просто губкой губку смочить в черную там, допустим, гелевую краску и взять, допустим, по поверхности губкой пройтись. Ну, мы добавим тогда гель-лачок номер 317. Может, у кого-то такой есть, а если нет, то можно заменить его каким-нибудь другим цветом. Так, и еще раз дублируем, да, 430 номер гель-лака и 424. Так, все, нанесли. Теперь смешиваем два цвета между собой посерединочке. И спускаемся сверху вниз. Смешивая, как будто бы натягивая, натягивая верхний цвет на нижний цвет. Все, прошлись. Даже, видите, вот достаточно одного раза. Но это потому, что цвета, конечно, очень легкие. А так я обычно всегда два раза прохожусь. Даже очень, наверное, камера не особо передает переход цвета, но, поверьте, он есть. Он настолько плавный, что его даже практически не видно. Так, просушиваем. После этого добавляем немножко гель-лака вот с такими вот черненькими вкраплениями. Давайте вот так прям. О, достаточно. Просушиваем. Тут вот такая точечка от зеленого гель-лака образовалась. Мне кажется, тоже фокус на нее уходит, на эту точечку. Так, просушиваем. Ну, а теперь давайте возьмем вот эти вот природные композиции и что-нибудь из них опять же добавим в работу. Допустим, интересный какой-нибудь вариант. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, давайте я вот присмотрела себе уже. Вот. Вот можно вот в этом, в перевернутом виде вот этот вариант взять. На ну-ка. Сделаем сейчас такой, знаете, конструктор из нескольких кусочков. Так, одна часть есть. Так, вот разместила на мокрую салфетку. Можно к этой веточке, кстати, добавить какую-нибудь одиноко висячую веточку. Можно, например, листочек добавить или веточку. Давайте веточку добавлю еще сюда же. Так, веточка есть. И можно еще какой-нибудь маленький цветочек, чтобы продлить ее даже, сделать чуть-чуть длиннее. Ну, это, знаете, это. Держите меня семеро. Еще вот это, вот это и вот это. Так, ну вот, настригла всякие разные мелкие такие элементы. Так, ну и, ну и. И хочу в работу добавить, потому что вот, мне кажется, возникнут вопросы все равно рано или поздно, а куда бы это применить. Сейчас, секундочку. Вот такие вот варианты, видите, с такими золотыми разводами, да? Сейчас. Два варианта будет в продаже. Одни вот такие потолще, а другие такие немножечко потоньше, из такие немножко слегка как бы фактурные. Ну, на самом деле, принцип один и тот же, мне нравятся, которые потоньше, да? Они так поэффектнее будут смотреться. Ну, опять же, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. И если мы говорим, заводим речь про наклейки, то, конечно же, нам нужно с вами перекрыть топом безостаточной липкости. И в нашем случае это Теклос. Теклос топ безостаточной липкости. Очень-очень-очень тоненький слой. Многие мастера просто вытирают дисперсию, девчат. Ну, ради бога, если вытираете дисперсию, покрытие потом хорошо стоит, можно и так поступать. Ну, тут, видите, мы просто советуем, что когда вы вытираете дисперсионный слой, таким образом увеличивается процент вероятности сколов. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы все-таки было все четко, чисто, аккуратно. Поэтому мы рекомендуем все-таки на топ безостаточной липкости приклеивать. Ну, опять же, каждый выбирает для себя сам, как ему больше будет нравиться. Так, ну, а я тем временем взяла вот такое вот колечечко. Давайте, например, его вот сюда прицепим. Так, сейчас я немножечко его... Так, зацепила в одном месте и аккуратно, аккуратно, чтобы не образовались складочки. Так, ну, все. Так, можно взять, конечно же, безворсовую салфеточку, да, аккуратненько разгладить. Так, вот так вот один будет. Одно такое колечко. Давайте еще одно, чтобы мало не показалось. Можно не целиком, можно, например, там взять, как будто просто типа выглядывает, да, вот отсюда. Вот так, половиночку. Если вы не против, я даже возьму и вот так вот сделаю. Оп. Разрезала прямо на носителе, чтобы одна часть осталась не тронута. Так, и мы с вами вот сюда, например. Если шармикон, девчат, выходит на свободный краешек, обязательно обратите внимание, чтобы не торчал. Даже не на полмиллиметрика никак-никак. То есть можно вот эту часть по торцу пройтись бафиком, да, чтобы шармикончики по краям не торчали. Так, ну а теперь все, есть у меня шармиконы. А теперь, девчат, добавим, конечно же, какую-нибудь веточку, которую, в принципе, мы уже определились. Вот она у нас в водичке лежит. И прикреплять слайдер мы будем на слайдер топ. Если слайдер топа... Ой, простите, текла взяла. Если слайдер топа под руками нету, да, то можно воспользоваться просто базой. И базу нанести тоненько-тоненько. Так, вот здесь у меня будет... Я сейчас пытаюсь распланировать. Можно еще что-нибудь добавить. Так, распланировать. Вот отсюда. Ага. Я могу вот сюда, вот в это место, тоже разместить какую-нибудь надпись. И я думаю, что это будет совсем даже неплохо. Так, так, так. Сейчас, сейчас. Можно ее сделать какую-нибудь черную, а можно сделать даже золотинку какую-нибудь. Правильно же пристроить? Сейчас, девчата, секундочку. Ты знаете, как аппетит во время еды приходит. А может еще вот это? А может еще вот это? А как же забыть про вот это? Так, ну мне нужно, конечно же, скорее определяться, потому что времечко-то идет. Все. Вот просто от балды нашла что-нибудь. Я думаю, что у вас точно так же часто бывает. Ищешь, ищешь, а потом хлоп. И что-нибудь откуда-нибудь. Так, абсолютно не буду акцентировать внимание, что я там взяла за шермяком, потому что это может быть абсолютно любая надпись. Самое главное, чтобы она была, знаете, как бы тоненькая, правильно же? Тоненькая, маленькая, чтобы сильно не бросалась в глаза. Так, все, это есть. Немножко получилось криво. Так, ну не будем наговаривать на мастера. И давайте теперь про слайдер поговорим. Итак, слайдер топ, да? Слайдер топ. Очень-очень-очень тонкий слой. Заодно прикроются все эти наклеечки. Уже теперь 100% никуда не денутся. Все покрытия промежуточные, девчат, старайтесь, конечно, наносить очень тонким слоем. Просушиваем 10-15 секундочек. И теперь начнем собирать целую мозаику, да? Целый конструктор, потому что у меня вот есть основная ветка. И я хочу добавить по бокам еще что-нибудь, чтобы она казалась намного дорого-богато смотрелась. Так, ну, например, да? Сейчас посмотрим. Вот прямо сверху, на вот это вот золотое колечко, веточку такую, знаете, гербарий у нас будет. Так, я брала еще маленький-маленький хвостик, такой цветочек. Малюсенький. Я просто хочу продлить. Вот сюда. Видите, чуть ниже. Чуть ниже продлила. Так, а еще у меня есть веточка вот такая. На веточку сейчас посмотрим, куда бы можно было бы ее пристроить. Ну, пусть будет здесь. Так, теперь мы обязательно слайдер просушиваем. После того, как вы просушите его, значит, уже он двигаться не будет ни при каких обстоятельствах. И после этого обязательно обрабатываем любой слайдер, девчат, праймером или ультрабондом. Праймер, ультрабонд. Высыхает ультрабонд на воздухе в течение 1-2 минуточек. И после этого вы закрываете топом, любым топом, которым вы работаете. Я, например, сейчас возьму топ ультрашайн. Ультраблеск. Шикарно блестит, шикарно стоит. Очень долго не подвергается механическим воздействиям. То есть он, например, если сравнивать даже с нашим Теклосом, он, конечно, дольше блестит. Покрытие более такое глянцевое получается. Вот, поэтому я покрою сейчас ультрашайном. Ну, и в конце концов, на камеру уже лучше блестеть будет. Правильно? Рефект моделирования пытаюсь сделать с помощью ультрашайна. Просушиваем в лампе 30 секунд. И смотрим вот сюда, да? Ну, а теперь как бы так, чтобы хорошо было видно, что мы с вами сегодня делали. Итак, вернемся к тому, из чего делали вот это самое главное, да? 242-й гель-лак цвет Эми. Он у нас проходит сегодня золотой ниткой, потому что именно на основе вот этого 424-го цвета, цвета Эми, мы сделали с вами дизайны. И я вам попыталась показать, что и с темным цветом он классно сочетается, но также классно сочетается со светлым цветом. И взяли мы с вами гель-лаки из набора нового осеннего, да? Над Клаб. Видите, вот эта вот осенняя коллекция. Их там 8 цветов, этих гель-лаков. И они классно будут сочетаться с любым вот таким вот... Сейчас я хотела быстро вам поставить. Вот так сейчас. Быстро не получилось. Вот, значит, упал флакончик. Ну, сейчас поднимем его. Вот, значит, красивая осенняя коллекция в сочетании с цветом 424-м. Цвет Эми. Ну и плюс сезонные декорации. А пока у меня просто типсик сох. Сейчас я его сюда поставлю. И будет удобно сфотографировать, правильно же? Вот таким вот образом. Вот так на экран. Спасибо вам огромное, девчат, за ваше сегодняшнее внимание. Времечко летит быстро. Ну и на самом деле, как бы, дизайны очень простые, очень быстрые. И если вот реально делать, вы понимаете, что делать очень быстро, потому что все обусловлено только количеством просушки времени. То есть вы гель-лак посушили 30 секунд. Или гель-лак нанесли 30 секунд просушили. Слайдер топ нанесли, там 10-15 секунд подсушили. Перекрыли топом, опять же просушили. А так это получается все довольно-таки быстро. Вот. Поэтому всем спасибо за ваше внимание. Всем побольше денежных клиентов. Хорошего всем творчества, да? Меньше работать, больше зарабатывать. Да нет, работа у нас такая, в принципе, неплохая, да? Творческая. Вот. Всем удачи, всем здоровья. Всех еще раз с начала учебного года. И до встречи в следующий четверг. Продолжение следует...